Мммм, этот ароматнейший запах и незабываемый вкус горячих, тандерных, свежеиспеченных лепешек. Если вы посещали Среднюю Азию и не пробовали чудотворение восточной кухни, то считайте, что вы и вовсе не были здесь. Сегодня я хочу угостить вас азиатским чудо-хлебом. Ежедневный рацион жителя Средней Азии невозможно представить без лепешки. Она уникальна по своим вкусовым и питательным качествам и никогда не приедается. Каждый, кто пробовал этот хлеб хотя бы раз, влюбляется в него на всю жизнь. В этом мы убедились. Лепешка – печеное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское. Традиционный хлеб среднеазиатских народов. Кстати, другие виды лепешек встречаются во многих кухнях мира, от Средиземноморской до Латиноамериканской. В тесто можно добавлять разнообразные компоненты – мясо, специи, приправы, сыр, ягоды и фрукты. Ржаная лепешка, сдобная лепешка, пресная лепешка – каких только видов нет. Готовятся чудо-лепешки в специальной печи-тандыре. Тандыр – это такая печь-жаровня, имеющая кувшинообразную форму и предназначенная для приготовления блюд. Печи такого типа возникли в азиатской части нашего континента и в наибольшей степени распространены в Средней Азии, Казахстане, Монголии, Азербайджане. Тандырная лепешка – один из залогов достижения неповторимых качеств хлеба. Готовности лепешки в тандыре достигают через 4-8 минут. Выбирает их из печи с помощью специального совка или варежка в одной руке и шумовки в другой. Иногда в процессе выпечки лепешка отваливается от стенки и падает в залу. Такой хлеб в народе считается священным. Самые известные лепешки – самаркандские. Лепешки из этого древнего города славятся своим неповторимым вкусом, ароматнейшим запахом, весом и, самое интересное, свойством долго не черстветь. Говорят, что настоящая самаркандская лепешка должна быть пригодной для употребления в течение трех лет. Для этого достаточно брызнуть лепешку водой и прогреть ее в тандыре. Есть одна легенда, согласно которой Бухарский мир, однажды отведав удивительно вкусные самаркандские лепешки, приказал привезти в его двор лучшего в Самарканде хлебопека и приказал ему испечь точно такие же лепешки у себя в Бухаре. Хлебопек исполнил приказание, но вкус готовых испеченных лепешек был отличным от самаркандских. Рассерженный царь призвал к ответу хлебопекам, на что он ответил – здесь нет самаркандского воздуха. В тандыре можно приготовить до 40 наименований различных блюд. Блюда, приготовленные в тандыре, аппетитны, на вид и ароматны, и имеют неповторимые вкусовые качества, высокую калорийность, диетические и целебные свойства. Самое главное – в них отсутствует раскаленный жир, столь вредный для нашего здоровья. Можно запекать в тандыре мясо, птицу, рыбу, овощи, фрукты. В Узбекистане, например, предпочитают запекать в тандыре барашка. Недостаточно умилого соблюдения уникальной традиционной технологии производства лепешек. Мастерство пекаря также зависит от места, воды, муки, климата и собственной печи. Хлеб – это самый древний продукт. Но здесь есть интересная информация. Оказывается, первым хлебным растением надо считать не современные злаки, рожь и пшеницу, а дуб. Это стало известно после изучения большого количества материалов учеными и археологами. Обильные урожаи и вожалудей люди использовали для приготовления хлеба еще с древности. Прошло много тысячелетий с тех пор, как люди стали культивировать злаки. В глубине веков затерялся день, когда человек растер горсть зерен, замесил муку с водой и на раскаленных камнях испек свой первый хлеб. Глядя на эти чудо-лепешки, я вижу глубокий духовный урок для всех нас. Однажды Иса, обращаясь к своим ученикам, сказал такие слова. «Вряд ли кто из вас, если к вам придут ночью и попросят хлеба, так как пришли гости внезапно, скажут, нет, уходи прочь». Все, кто ищет Всевышнего, найдут Его. Перед всеми, кто стучал, Всевышний обязательно откроет дверь. Он всех возьмет в свои объятия. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас Отец, если Сын попросит у Него хлеба, подаст Ему камень? Тем более Небесный Отец ваш даст благо просящему Него. Всевышний даст хлеб телесный и хлеб духовный. Он восполнит всякую нужду нашу по богатству Своему». Субтитры создавал DimaTorzok